Всем привет! Меня зовут Надя. Сегодня я буду готовить три оригинальных рецепта. Для первого рецепта, который называется малиновый смузи, мне понадобятся следующие продукты. Кокосовое молоко, малина, творог, кокосовая стружка и мед. Кокосовое молоко можно заменить на обычное. Все фрукты и ягоды, которые я буду использовать, вы их можете взять как свежие, так и в замороженном виде. Рецепты очень простые. Просто достаточно хорошо смешать все ингредиенты. В бутылку шейкер складываем все продукты. Как вы видите, она очень удобная и компактная. Сначала выкладываем творог. Выливаем молоко. Кокосовую стружку. Добавляем мед. И малину. Закрываем все крышкой блендера. И взбиваем. Несмотря на то, что этот блендер маленький, легкий и мощностью всего 250 ватт, он легко справляется с орехами, замороженными фруктами и даже со льдом. Вот так легко и просто смузи готово. Теперь переливаем его в стакан. Открываем. Ай, аккуратно. Сразу украшаем малиной. И красивый малиновый смузи готов. Второй рецепт смузи, который я приготовлю, называется запах зимы. Для его приготовления мне понадобятся аплепиха, апельсины и банан. Предварительно для этого смузи я банан почистила, нарезала и заморозила. Вот так вот он у меня получился. Единственное, что мне осталось, это почистить апельсинки и разрезать их на дольки. Чистим апельсин. У меня крутое из Алиэкспресс приспособление. Я пользуюсь им первый раз. Вы видите, это очень легко и просто. Все, подготовили, закидываем в блендер. Очень удобно пользоваться вот такой вот бутылочкой. Теперь дольки апельсина. Облепиху. Закрываем крышкой. Вот так красиво выглядит наш будущий смузи. И устанавливаем на блендер. Взбиваем. Второй рецепт запах зимы готов. Переливаем его в красивый стакан. Слушайте, действительно, пахнет приятно так зимой. Ай, как я по ней скучаю. Украсить можно бананом, апельсином, облепихой на ваше усмотрение. Для последнего новогоднего рецепта смузи с оригинальным названием «Лето-зимой» нам понадобятся следующие продукты. Красная и черная смородина, клубника, банан и кокосовая стружка. Как я уже говорила в начале, ягоды и фрукты вы можете использовать за мороженые. Здесь также все легко и просто. Настаем нашу бутылочку. Очищаем банан. Кидаю банан в бутылочку. Черная смородина. Добавляем красную смородину. Кстати, не знаю почему, но из всех ягод именно красная смородина, которая мне больше всего России напоминает. К Новому году все ищут подарки. Если ваши родственники и друзья так же, как и я, любят спорт и правильное питание, такой красивый и удобный блендер будет очень хорошим подарком. И, кстати, к этому блендеру MyJuice дарят уникальную книгу рецептов. И засыпаем всю эту красоту кокосовой стружкой. Закрываем. Смотрите, как это красиво. И взбиваем. Смузи готов. И к этой бутылочке идет вот такая вот крышка. Открываем. Это очень удобно, потому что можно ее закрутить и взять с собой куда-либо. Потому что здесь есть отверстие, из которого легко пить и удобно. Как вкусно. Лето зимой. Что немаловажно, эта бутылка шейкер сделана из экологического пластика. Для смузи лето зимой я взяла оригинальный стаканчик в форме настоящего ананаса. Как вы видите, я его предварительно почистила. И наливаем сюда наше красивое смузи. Сверху посыпаем щепоткой кокоса. Полезный и вкусный смузи готов. Вот такие красивые, ароматные, полезные, новогодние смузи у меня получились. Сейчас я попробую малиновый и запах зимы. Очень чувствуется вкус молока. Мне напоминает малиновый йогурт. Очень вкусно. Кстати, мне к ногтям тоже подходит. Так что красиво. Красота, красота. И попробую запах зимы. Я очень давно не ела облепиху. Именно поэтому я выберу этот коктейль, так как он мне напоминает праздники, он пахнет зимой. И он очень вкусный. Вот такие вот три смузи у меня получились. Готовьте вкусно, полезно и быстро вместе с блендером MyJuicer. И делайте подарки своим любимым. А я с вами прощаюсь. Делитесь этим видео с вашими друзьями и родственниками, чтобы они так же, как и вы, питались полезно, когда это можно делать. Подписывайтесь на канал Семейная Кухня. Также подписывайтесь на мой канал Надя Прокс Русский и Надя Прокс Испанский. Огромное спасибо, что меня смотрели. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!